Прочитайте, ребята, во-первых, гляньте, какое отверстие большое, да? Дальше. Когда вы с подругой выполняете друг для друга функции стоматолога, проктолога, дерматолога и постоянно обследуете друг друга на предмет того, что там чешется, укусил ли кто-то и не откололся ли зуб, ребята, да? А ты еще в жопу у меня заглянь, что там у меня в жопе есть? Ребята, всем здорова, сладочная связь. Давайте пока я сейчас в себя приду, и вы тоже, да, а то от таких заглядываний туда может плохо стоить. Я вам напомню про свой курс, как взаимодействовать с женщиной без потерь, и не только про него. В описании ролика есть ссылочка на мой сайт, ребята, проходите и изнакамливайтесь. Там все мои курсы, и они очень полезны, ребята, для мужчин любого возраста. Конкретно этот, как взаимодействовать с женщинами без потерь, на 4,5 часа в видеоформате. Он флагманский мой курс, он прям такой насыщенный информацией, практикой и так далее. Как пробивать женщины инстинкт, как укладывать их в постель, как работать и преодолевать свою похоть, не убирать ее, а именно вот работать на ней, чтобы она тебе не отравляла жизнь, чтобы ты не западал на пилотах, да, в общем, как взаимодействовать с ними так, чтобы тебе было максимально комфортно и поменьше вреда, в плане, там, траты финансов, здоровья, траты, там, нервов, денег, времени, там, и так далее. С этим разобрались. Дальше, ребята, говорит, ты мне еще в жопу, говорит, загляни, глянь, что там. Ну, судя по таким отверстиям, у чаечка, как она раскрыла, да, вот это вот, я думаю, если туда заглянуть, как бы там будут два возгена сидеть в карты играть, ребята, и причем это будут постоянные обитатели этого отверстия, как бы. Ребят, ну, как вот они вот это снимают, это все, я не знаю. Посмотри, говорит, мне, заглянь, говорит, мне в анус, у меня там что-то чешется. Чаечка, если у тебя что-то чешется, иди к дерматологу, или просто почеши. Не надо туда заглядывать. Окей, давайте дальше. Раньше, Ирина, я выбирала себе мужчин в первую очередь по внешнему виду. Так. То есть, я расскажу, откуда это идет, откуда ноги растут, и почему с этим сейчас уже во взрослом возрасте мне тяжело справляться. Потому что сейчас уже, вот будучи сейчас, я понимаю, что я смотрю на него, да, понимаю, что мне тянет, он красавчик. Но я вижу его характер, и мой уже немножко проработанный там. И я себе говорю, да, нет, я не хочу. То есть, получается, у меня сейчас несогласованность моих двух, старого и нового мира. Почему я выбирала себе всегда красивых мужчин? В детстве меня очень жестко булили. Дома, родные, в школе, мои одноклассники. Я никогда не нравилась ни одному мальчику. Кто не знает, булить это травить, типа якобы там, издеваться там и так далее, поняли? Я никогда не была в центре внимания. Даже будучи отличницей, меня булили за душей отличницей. Называли меня ботаншей. Все это знают? Ботаншей. Не понаслышке. Чуть старше я стала становиться лет 14-15, и всех были парни. Я не нравилась никому, вообще никому. И, конечно же, у меня был очень большой комплекс неполноценностей, который потом перелился в взрослую жизнь. Я понятия не имела, почему такие красивые мужчины со мной встречаются, женятся на мне, живут со мной, хотят со мной. И я вела себя соответствующе. Понимаете? Это как продавать товар задешево. Извините, что я так называю. Сейчас тут начнут кидаться комментариями. И вот на предмет знакомства, на момент, как раньше взаимодействовала, я совершенно вела себя без самооценки вообще, без нулевой. То есть можно было мои границы настолько продавить, насколько хочешь. То есть все, что я сейчас рассказываю не делать, я делала в прошлом. И, понятное дело, ни к каким хорошим результатам это не приводило. Это не говорит о том, что нужно выбирать некрасивых мужчин. Это говорит о том, что нужно в самый первый момент знакомства, в самый первый момент, нужно поставить, показать, что у тебя есть границы, показать себя, что ты себя уважаешь. Как они сейчас в последнее время пройти границы, ребята? Каждая психологиня, границы, границы, выстави границы. Ой, тренд, тренд пошел. И при каких условиях могут быть последствия? Я имею в виду, что мужчинам нельзя там обозвать, нельзя. Ну, вы понимаете, о чем я говорю, да, там все эти вещи, которые происходят. Поэтому я считаю, что до, наверное, 5 лет назад я встретила мужчину, который оказался надежным типом. Я тревожник. Я была тревожная. Тревожница жуткая. Я вообще могла не жить без человека. Потом мне попался надежный тип, вот этот парень, про который я постоянно рассказываю, с которым не нужно было тревожиться, с которым не нужно было переживать, с которым можно было спокойно проживать все травмы. Это было начало проживания моих травм. То есть он был и красивый, и надежный, и спокойный, и равновешенный, и понимающий, несмотря на свой молодой возраст. Вот он меня в другую сторону переделал. Главное, чтобы он был вовремя вынимающий, а понимающий это уже второстепенно. Дальше, сейчас я не тревожник. Сейчас я избегающий тип. Если на горизонте появляются хоть какие-либо намеки на симпатию человека, я расстаюсь с ним или перестаю и прекращаю общаться. Такое происходит с тревожниками. Всем рассказываю, что такое может произойти с тревожниками, когда с ними случается определенный стресс в жизни. У меня расставание, оно подвигло меня стать более осторожной в отношениях. И сейчас я уже взаимодействую на предмет знакомства никак. Я не хочу вообще. Я знаю, что я красавица, знаю, что я умная. Знаешь, что я еще до сих пор не старая, как иногда шучу. Но встречаться с мужчинами я не желаю. У меня совершенно на них ничего не стоит. Не знаю, может вы по поводу этого задавали вопрос. Надеюсь. Ну понятно, там дальше ничего интересного уже не будет. Смотрите, ребят, маленькие есть, расхождение есть. Ну такое даже не маленькое, а основополагающее. Но вы, я думаю, прекрасно поняли из монолога, что как бы она пообжигалась с альфачами якобы. То есть ее поюзали, поюзали и все. Теперь я не хочу никого. Как бы это все нагулялось. Ребят, просто юзали, юзали и все нарешило. Ну его нафиг. Понимаете? Я выбирала. Выбирала я. Вы понимаете, что когда человек выбирает сам, он потом от этого не уходит, допустим. Ну слушайте, если он сам не имеет права выбора, то есть он не ее выбирает. Например, она влюбляется, течет, за ним бегает и так далее. А она выбирает. А что ей приглашать, точнее, что ей потом прекращать общение с мужчинами? Зачем? Так у нее травм бы никаких не было. Если человек выбирает, если человек контролирует ситуацию, если человек контролирует отношения, а что ему обжигаться-то? Он не обожгется никогда. Допустим, как я в курсе, как взаимодействовать с женщинами без потери рассказываю. Если, допустим, женщина начинает пробиваться на инстинкт, как будто все, лепи из нее что хочешь. Она будет подстраиваться под тебя любого. Это стопроцентно. Вот она пробивалась на инстинкт, скорее всего, от мужчин. Потом, когда она уже это все пережила, она поняла, чтобы ей пользовались и так далее. Она просто поняла, типа, нафиг мне это надо, и все. Она говорит, я выбирал. Не она выбирала, ребят, а ее выбирали, скорее всего. Ну и скорее всего, как я понял, что с ней нехорошо поступали. Опять-таки, здесь есть выбор у мужчин тоже, хорошо поступать с женщинами, либо нет. Я всегда выбираю, ребята, сделать... О, боже, что-то в глаз попало, не знаю. Этот зачесался резко как-то. Поступать по-человечески, ребят. Как бы там ни было, что бы там ни происходило, как бы всегда поступать по-человечески. Не бросать, допустим, их там, знаете, как-то по-мерзкому. Некто там не примут, там, знаете, занять денег, допустим, там, и скрыться в тумане. Я не рекомендую это делать, ребят. А зачем? Просто вопрос в чем? А чем мы тогда будем от меркантильных баб отличаться, ребята? То есть, если мы, допустим, топим за человеческие отношения, за нормальную жизнь, за человеческое общение, хорошее взаимодействие с женщинами, между женщинами и мужчинами, я считаю, что мы такими и должны оставаться. То есть, ну, без вот этого, этой всей грязи. В любом случае, вы поняли, что будет выбор, и ответственность будет за вами. И если вы пробили ее на инстинкт, и она, ну, так скажем, вам покорилась, да, и потом вы с ней нехорошо поступили, нехорошим человеком будете вы, это в мягкой интерпретации. Вот, и ответственность будет за вами. И она потом, в принципе, будет полное право иметь, называть вас нехорошим, так скажем, мужчиной, опять-таки, в мягкой степени, я сейчас выражаюсь, да. А вот если, допустим, ты ее пробил на инстинкт, прекрасно с ней взаимодействовал, даже пускай там недолго, но сделал все красиво и ушел в туман, без каких-либо там таких последствий для нее, там, типа, там денег занял, там, что украл, там, у нее там и так далее, там, ну, знаете, там, можно там, их там изменил, допустим, ей там и так далее, да. Да, ребята, вы просто не поверите, какое ты чувство гордости над собой, я не знаю, знаете, вот чувствуешь такое вот прям, то, что ты другой, то есть ты умеешь пробивать женщин на инстинкт, они от тебя кайфуют, и причем ты еще и такой благородный мужчина, ты хороший. Ну, поверьте, это того стоит, ребята. И потом, когда, допустим, ну, в любом случае даже совесть не екать будет, ребята. Ну, я так считаю, я просто человек, как бы, по натуре добрый, вот честно. Я справедливый и, где нужно, я буду с кулаками. Вот поверьте мне, то есть я сдачи дам, мало не покажется. Но всегда я топлю за человечность, вот честно, как бы. И вам-то вовсе до советую, ребята. Поэтому желаю вам прекрасного дня, хорошего настроения, и будьте всегда людьми. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!